Еда и напитки в рационе – основной источник питательных веществ, которые поступают в наш организм, используются им для роста, развития и поддержания всех жизненно важных процессов. Именно от пищи в большой мере пищи зависит самочувствие, внешний вид и настроение. Чем выше качество продуктов питания, тем крепче наше здоровье, шире улыбка и тоньше талия. Поэтому есть смысл не экономить, а выбирать только самое лучшее и полезное, что сделает лекарства просто ненужными. Как правило, такими свойствами обладают натуральные продукты, которые прошли лишь минимальную температурную или другую обработку или не подвергались ей вовсе. Энтн Пепеп. Зеленый кофе – как раз такой продукт, ставший в последнее время очень популярным у адептов правильного питания. Поклонники эспрессо тоже ликуют, их любимый напиток признан не только вкусным, но и полезным. Хотя привычный черный кофе пользуется как раз противоречивой славой, попеременно вызывая то упреки, то одобрения диетологов. Так чем же отличается от него зеленый кофе, который сумел в раз реабилитировать ароматный напиток в глазах приверженцев здорового образа жизни? Свойства и преимущества зеленого кофе арабика. И робуста известны всем, а что такое зеленый кофе знают пока немногие. На самом деле это всего лишь те же самые зерна, но не подвергавшиеся обжариванию. Это позволяет сохранить максимальное количество нутриентов, заложенных в кофе природой, ведь известно, что термическая обработка неизбежно влияет на количество и качество большинства органических веществ, а в зеленых кофейных зернах они остаются в первозданном виде, передавая свои свойства приготовленному из них напитку. Зеленые зерна кофе, в зависимости от региона произрастания и размера, содержат незаменимые жирные кислоты в разной пропорциях. Линолевую от 52,2 до 54,3%. Озвучено Яндекс Спичкит. Линоленовую от 2,2 до 2,6%. Пальмитиновую от 26,6 до 27,8%. Но главную ценность представляет собой хлорогеновая кислота, известная как мощный антиоксидант, антисептик, гипотопротектор и модулятор вкуса. В сочетании с кофеином большое содержание хлорогеновой кислоты придает зеленому кофе его лучшие качества, среди которых – ускорение обмена веществ. Усиление умственной и физической активности. Понижение уровня сахара в крови. Связывание свободных радикалов в клетках. Мочегонное действие. Влияние на перистальтику кишечника. Очищение организма. Обновление тканей внутренних органов. Питание и увлажнение кожи. Подавление аппетита. Борьба с лишним весом. Разумеется, все эти чудодейственные свойства не гарантированы и не проявляются сами собой сразу же после того, как вы отставите в сторону чашку из-под зеленого кофе. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.ПичКит. Но наличие в этом напитке витаминов, микроэлементов, алкалоидов и других натуральных химических соединений, всего около 1200 наименований, действительно благоприятно влияет на обменные. Процессы, иммунитет, пищеварение и расщепление жира. Приготовление зеленого кофе здравомыслящие люди понимают, что ни один продукт не может быть чудодейственным сам по себе. Важна система его применения. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.ПичКит. Поэтому и употребление зеленого кофе требует соблюдения определенных правил, от которых напрямую зависит эффективность этого средства. Вам понадобится достаточно мощная кофемолка, способная справиться с измельчением сырых зерен. Что касается сковороды или других инструментов для обжарки, о них придется забыть. Но если вкус зеленого кофе вам совсем не по нраву, разрешается совсем слегка поджарить его. Озвучено Яндекс.ПичКит. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.ПичКит. Это нарушит правила приема, но все же предпочтительнее, чем использование зерен итальянской обжарки. Выбор способа заваривания не принципиален и зависит целиком от вашего вкуса и возможностей. Хотите, сварите зеленый кофе в джезве на огне или в песке, хотите, приготовьте в капельной кофеварке или эспрессо-машине, а можете его все залить кипятком в чашке. Не стоит заваривать зеленый кофе слишком крепко, один чайной ложки на кофейную чашку будет достаточно, чтобы ощутить насыщенный вкус и полезное действие напитка. Все эти действия касаются исключительно натурального кофе. Но в магазинах можно встретить и растворимый зеленый кофе, и сублимированный экстракт зеленого кофе и напитки на его основе. Вы можете баловать себя любым из этих продуктов, но не ждите, что они повлияют на ваш организм так же, как настоящий кофе без примесей и суррогатов. Текст озвучен с помощью Яндекс.ПичКит. Употребление зеленого кофе вкус и аромат зеленого кофе отличается от того напитка, который мы привыкли готовить из кофейных зерен средней и сильной обжарки. Но по признанию многих кофеманов, привыкнуть к нему несложно, а впоследствии он может даже понравиться вам больше, чем традиционный черный кофе. Для получения большего удовольствия и пользы придерживайтесь таких рекомендаций. Пейте зеленый кофе перед едой, по одной чашке, сделав после этого паузу в 10-15 минут до приема пищи. Текст озвучен в Яндекс.Клауд. Аппетит притупится, и вы сможете утолить голод меньшим количеством пищи. Воздержитесь от кофе сразу же после еды. Потерпите хотя бы 30-40 минут, иначе напиток может нарушить нормальный процесс пищеварения. Не добавляйте в зеленый кофе сахар и другие подсластители. Это влияет на его состав и действие. В крайнем случае, можно положить в чашку с кофе немножко натурального меда, который сам по себе тоже биологически активен. Если вашей целью не является похудение, вы вполне можете позволить себе сдобрить зеленый кофе молоком или сливками, приготовить из него несладкий капучино или лата. Для усиления жиросжигающего эффекта зеленого кофе, добавляйте в него специи и пряности. Этот напиток отлично сочетается с корицей, гвоздикой, кардамоном, черным перцем и имбирем. Достаточно выпивать от 3 до 6 чашек зеленого кофе в день. Текст озвучен с помощью Яндекс Спичкит. Большее количество может негативно сказаться на состоянии нервной системы, спровоцировать головные боли, бессонницу и повышение артериального давления. Зеленый кофе не рекомендуется беременным женщинам, подросткам до 16 лет и пациентам с повышенной кислотностью желудка. В целом зеленый кофе очень похож на обычный черный, но обладает большей активностью и отличается специфическим вкусом. Текст озвучен с помощью Яндекс Спичкит. Достичь стройности и здоровья с его помощью можно, если сочетать употребление этого напитка со сбалансированным питанием, физической активностью и отказом от вредных привычек. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.